Всем привет! Друзья, собралась гулять, вышла на улицу, дождь, а вчера, представляете, целый день солнца, и я загорала, слава богу, назагоралась, накупалась. Вот так вот тоже, как меняется здесь погода, рассказывала вам. Ну, а коль скоро дождь, значит уже гулять не получится. Хотя не знаю, сейчас вот проеду, сяду все-таки на машину, на свою, видите, все планы у меня поменялись, планов было громадье погулять, с вами поговорить. Ну, сейчас это самое, в машине поговорим. Слушайте, так смешно тоже. Вчера поехала, машина вся пыльная, думаю, ну надо же мне ее все-таки же как-то помыть. Дождь зашла, заехала, заехала на мойку, помыла машину за 3 фунта, ну вот, пожалуйста, еще подумала, думаю, как бы не дождь. У меня, как только я машину решила мыть, значит сразу и дождь на следующий день. Ну вот и пожалуйста вам. Прогнозы, мои опасения оправдались. Ну ладно, друзья, это вступление, сейчас поедем. Сейчас поедем. Я вам не показала, кстати, посмотрите, я купила себе, как вам показать. Иконку спаси и сохрани. Она у меня здесь, в машине. Я не верю, но я суеверная, понимаете, какое дело. Так что вот. Друзья, сейчас вам расскажу. Так, нет, надо включить. Надо включить. Дворники, сейчас поедем покатаемся. Мы, по-моему, с вами уже давно не катались, да, друзья? Мне кажется, я все как-то пешком хожу. Вам рассказываю истории всякие. А вот кататься уже давно не катались. Поэтому, может быть, и вам будет интереснее проехаться на машине, послушать мой рассказ. Которому я сейчас и перейду. Ну вот, многие любят кататься под дождем. Я одна из таких. Я тоже люблю ездить под дождем. Так что, хочу сегодня, друзья, я продолжить свой рассказ о моей работе. Работе у богатых новоришей. Потому что заинтересовались люди, спрашивают. Ну и пока спрашивают, и пока я еще как бы помню вопросы, я вам расскажу. А то я, бывает, знаете, собираюсь рассказать продолжение, но потом что-то замотаюсь, замотаюсь и забыла. А вы не напоминаете. Ну, так и уходит в лету все. А тут, значит, что у нас получилось? Получилось у нас то, что с этой светой я хочу продолжить. И что меня натолкнуло, что я вспомнила вот эту вот смешную историю про то, как она старалась, чтобы похудел ее муж. Ну и вот эти вот раздельные диеты, кислая, кисло-сладкая и сладкая диеты, фрукты кушать. Ну и, конечно же, мне там кто-то написал, что бедный, посмотрела бы я на этого мужчину. Он, наверное, ночью там что-то мясо кушает и непонятно что. Ну вот и вспомнила я. Да, действительно, это был такой смешной случай. Просто сейчас расскажу. Помимо всего прочего, еще и этот случай был у нас. Так вот, Света, как я вам сказала уже, она любила ходить на базар, ездить на базар сама. Рынок, так называемый, у нас базар по-южному. Ну вот, на этот рынок она любила ездить сама. И она ездила всегда с шофером. Просто шофер ходил там за ней следом и носил сумки. Вот как-то так. Так, сейчас развернемся здесь. Сзади меня здоровая машина едет. Поэтому, ой, она еще и свернула тоже здесь. Какая досада! В общем, так отвлеклась. Ну и этот шофер ходил за ней, носил сумку. Она покупала, скупала там все и возвращалась. Он доносил сумку до машины, естественно. Ну и приезжали. А тут она узнала, что я тут, во-первых, южанка, во-вторых, разбираюсь. Ну, если южанка, то разбираюсь во всех, как сказать, фруктах, овощах. Вот. Такая плохая дорога, в видимости, никакой. На повороте еще и узкая дорога. Я повезла вас, конечно, по такой дороге не очень красивой. Извиняюсь, друзья. Сейчас, наверное, может быть, мы с вами съездим какую-то другую дорогу. Найдем поинтереснее. Это вообще-то севью. Я еду с вами. Это севью. Вот впереди, если видно вам, вот это все в дынке серой. Если вам видно серую дынку, то, поверьте мне, это как раз наш пролив. Это как раз океан. И вот насколько он был бирюзовый вчера, настолько он мрачный и серый сегодня. А сегодня у нас воскресенье, друзья. 19 июля. Всего-то лишь навсего. И вот такой у нас океан. Поверите ли? Людей никого. Пожалуйста, паркуйся не хочу. А я вчера парковки найти не могла. Ну, давайте мы, наверное, с вами, раз уж я сюда приехала, посмотрим, можно ли здесь погулять. Нам будет немножко посмотреть. Покажу вам океан в плохую погоду. Любите ли вы океан, как люблю его я? А любите ли вы океан, как люблю его я? И посмотрите, как интересно. Дождь. Я под зонтом. У меня вот зонт Елизаветы Второй. Прозрачный, знаете. Вот. А люди бегают. Видели? Я показала вам. Два бегуна. И еще. И, конечно же, как обычно, все с собаками. Я вот думаю, может, я от ветра спрячусь под этот купол. Под купол моего зонтика. Ветерочек. Вот такое пасмурное море. И можно подумать, что мы с вами пришли уже зима на дворе, да. А всего лишь навсего июль месяц. Вы знаете, какая изменчивая и переменчивая погода. Закрываюсь от ветра. Моя вот эта защита. Зонтичная защита. Надеюсь, что ветер вам не дует. Но нет. Я погуляю немножко сама, друзья. Продолжать свой рассказ я здесь не буду, потому что может быть так, что вы не услышите. Ну, посмотрели океан и пошли дальше. Вот эти собаки. А вчера я отдыхала не здесь, а на проливе Ла-Манш. Сейчас покажу вам, какая грандиозная разница. А сегодня суббота. 18 июля. Температура плюс 22. Прекрасный солнечный день. Чистое небо. И бирюзовое море. Вот там вдалеке обрушилась часть скалы. Часть почвы. Если видно вам. Очень огромный кусок обвалился. И поэтому там не рискует никто ходить, конечно. Посмотрите, здесь даже катаются на велосипедах. Потому что расстояние по этому пляжу пройтись километра четыре. И хотя разница-то разница, конечно. Заметили, да? Заметили разницу. Но все-таки там намного холоднее. И там вообще ветер несмолкаемый дул. Здесь у нас и вода теплее. И здесь ветер не такой сильный. А там ветер сильный. Но зато там, вы знаете, что? Там песок. Бархатный такой. Замечательный. И лежать удобно. А здесь у нас, видите, в основном галечка на пляже. Я вам покажу сейчас я под каким зонтом. Вот он, вот он, мой чудесный зонтик. Называется зонтик Елизаветы Второй. Не знаю почему. Наверное, знаете... А, да, знаю почему. Сейчас расскажу. Потому что Елизавета Вторая любила гулять тоже в любое время. И она, конечно же, выходила гулять и в дождь. А так как здесь погода дождливая, бывает большую часть времени, то ей, наверное, вот такой вот зонтик. Он куполом, во-первых. А во-вторых, он прозрачный. Видите? И если ты идешь, ты можешь закрыться под этим куполом и видеть все, не натыкаться на людей. Ну, не так, чтобы уж очень там прекрасная видимость. Но видимость есть. И вот такой вот зонтик ей придумали и сделали. А потом, так как этот зонтик понравился очень, и дизайнеры решили его распространить на всех. И потом они стали продаваться везде. Сначала были очень дорогие эти зонтики. По-моему, даже что-то такое по 20 фунтов. 20 фунтов один зонтик. Дорого, если учесть, что можно прекрасно хороший зонтик за 5 фунтов купить. А если китайский, так там вообще за 1 фунт покупается. Ну вот, и поэтому 20 фунтов было дорого. Потом стали скидывать. Там, помню, в Лондоне я была. Они висели всех цветов. Вот у меня черная вот эта вот полосочка, да. А есть желтая, красная, зеленая. В общем, любые. Так вот. Вот так вот нам этот зонтик от Елизаветы II. И достал со всем англичанам наследство. А сейчас я знаю, что он даже и по всему миру тоже довольно популярный, да. Вот я слышала такую байку про то, как появился этот зонтик. Не знаю, правда это или нет. А я вам показываю, вот я говорю и показываю вам. Вы видите, опять у нас регата. Сегодня воскресенье. И как не повезло. Вчера был такой чудесный день. Я же говорю, показала вам, да. Плюс 23. И солнце, и было небо чистое. Вот насколько меняется моментально погода. Что значит государство островное и в Атлантике расположена Англия. Так вот, видите, если видите, конечно, ну может быть что-то чуть-чуть видите. Вот эти парусники. Это опять регата вокруг острова Уайт. Ну я знаю, что вам это неинтересно. Поэтому я сейчас, я уже погуляла. Я сейчас захожу и поедем. Буду рассказывать вам дальше. Хожу, сажусь в машину и смотрю пара. Мои знакомые, соседи там. Ну не совсем мои соседи. Не в моем доме, а рядом там. Через два дома живет пара. И вот пришли купаться тоже. Приехали вот на машине, видите. Потому что-то вот женщина зашла, мужчину не вижу. Ну вот видите, молодцы. Они всегда в любую погоду. Что поделаешь. Привыкли к дождю. Поехали, поехали. Как плохо видно, все забрызгал дождь. Надо, конечно, даже и на эти зеркала. Надо дворники, потому что дождь. Меленький, противный. Вроде вот он не сильный, но он такой мелкий-мелкий, дисперстный. Моросит и моросит и все закрывает. Ну так вот. Света ездила всегда со своим водителем на базар. А тут она узнала, что я южанка. И взяла меня. Я на свою голову ей сказала, что я с юга разбираюсь в овощах и во фруктах. В общем, взяла меня Света с собой. Стала брать все время с собой. Ну, может быть, оно бы и ничего. Но вот единственное, конечно, что плохо, то, что приходилось сумку таскать мне. И вот в один из таких походов наших, по-моему, раз в неделю мы с ней ходили, на рынок ездили. Идем мы там по мясному прилавку. Она смотрит какой-то хороший купить бештекс, стейк. И вдруг, я смотрю, продаются говяжьи языки. Вы знаете, огромные говяжьи языки лежат. И прям такие свежайшие. И даже как бы, ну, чистенькие, такие свежие. Видно, что прям они даже не мороженое. А это же считается деликатес. Ну, я говорю, ой, боже мой, языки. Какая прелесть. Как мне нравятся говяжьи языки. Это же, в общем-то, так вкусно. Ну, и Света мне говорит, какие, боже мой, Галина. Это же суррогат. Это же вот все субпродукты. Как ты можешь такую дрянь? Ты что хочешь? Я говорю, ой, а я хочу. Я, наверное, сейчас себе куплю. Говорю, Света, подождите. Ну, у меня деньги-то свои есть, как бы, да? Вот. Ну, и она вот меня чуть ли не заплевала. Тут, да что, куда, зачем ты покупаешь? Ну, я, конечно же, купила. Купила этот язык огромный. Он там что-то полтора килограмма, по-моему. Бегу тоже радостно домой. Думаю, ой, сейчас сварю и девчонок накормлю. И сама поем. Прям слюнки бегут. Ну, и приехали мы, да? Света, значит, стала распаковывать сумки. Вытащила этот, как мой, ну, вытащила этот мой говяжий язык. Бросила его так брезгливо на стол. На, забирай свой язык. Вот, чтобы он тут, типа, не вонял. Ну, я говорю, ладно, я потихонечку взяла. Говорю, сейчас я его сварю вечером, когда будет у меня время. Ну, вот, что вы думаете? Вообще, конечно, интересно. Вот, да, согласитесь? Потому что правильно мне кто-то сказал. Вот, мало того, что из грязи в князи. Вы же знаете, как переводится этот новориш? Вот у нас говорят новориши, новориши, новые русские. Как это переводится? Это переводится из грязи в князи. Если вы посмотрите в словаре описание новориши, что это? Да вам скажут, что это люди, которые быстро обогатились, которые были когда-то бедными и вот быстро обогатились. Вот это и называется новориши. Ну, и у нас, конечно же, все были новоришами, потому что в СССР какие там богатые? Господи, их не было. Все мы были равны, так скажем. Кто-то немножко ровнее, но все равно все примерно были равны. Это не то, что сейчас, когда один получает миллиарды, а другой 10 тысяч. Ложь на аркане в кармане. Вот. И, значит, что там, Господи, дальше? Рассказываю вам же. Отвлеклась. Ну, и я, да, я поделала все свои дела, помогла Светлане там что-то. И поставила варить. Людмиле, говорю, нянечке, с которой мы как бы приятельствовали, скажем так. Вот. Я ей говорю, ой, Люда, сейчас тебя накормлю вкуснять на язык. Ну, и она, конечно, тоже знает. Да, так чего же я про Свету-то говорю, что вот она 6 лет как из грязи в князи, и что она раньше не знала, что такое язык, и что это на самом деле, когда же язык, это деликатес. И что холодный его едят, и горячий, и меленько режут, и, знаете, с перчиком посолить, поперчить. Это лучше любой колбаски. Ну, наверное, надо было выпендриться ей. Так вот, я поставила варить, уже, наверное, где-то часов в 8 вечера я поставила варить этот язык. А он же большой. И вот он у меня варился. На медленном огне закипело там у меня, чтобы сильно не кипел. Бульон, я посмотрела, такой прозрачный, свежайший этот язык. Я вам рассказываю, друзья, наверное, скажут, господи, да что, сколько можно. Но, тем не менее, интересно. И вот пока у меня этот язык варится, конечно же, запах. Ну, что, да, там у них почему-то вот в этих апартаментах, там у них не было вытяжки. Ну, и я как ни старалась, чтобы сильно не кипело, на самый медленный огонь поставила. Он варится, так томится. Но, тем не менее, запах, а запах вкуснящий, потому что я немножко бросила там перчик душистый, перчик черный. Я немножко лаврушки все это добавила. И запах невозможный вкусный. Ну, и смотрю, выходит Света. Они сидели там у себя, по скайпу что-то такое занимались, что-то, в общем, там у них было. Она, смотрю, спускается, выходит. Думаю, ну, сейчас мне будет на орехи, что тут такой запах. Она вышла и говорит, что это тут так вкусно пахнет? Я говорю, да вот, Света, варю же язык же. Хотела вас не беспокоить, вот вечером. Ну, ладно. Она подняла крышку, заглянула. Ой, надо же, пахнет вкусно. Я говорю, ну да. Ладно. Что вы думаете? Он продолжает вариться. Наш этот чудесный язык. Мы с Людкой ходим, облизываемся, ждем, пождем. Потом что-то такое. Я пошла, я уже даже не помню, что я пошла делать. Короче, я что-то отвлеклась с кухни. Ушла. Я возвращаюсь где-то, наверное, через час. Вот. Подхожу, смотрю, выключено все. Думаю, ой, ну надо же, интересно. Кто-то, наверное, Люда. Короче, я открываю кастрюлю, друзья. А там один бульон, а языка-то нет. Язык. Язык тю-тю. Ускакал на ножках. Ну вот. И, короче, я опешила. Я выхожу к Людмиле, говорю, Люда, а что случилось? Где наш язык? Что такое? Она говорит, ты знаешь, я сама удивилась. Я не могу понять. Я, она же с ребенком постоянно занята. Там у него в спальне укладывала его спать. И говорит, я не знаю, что случилось. Я только знала то, что, то, что я слышала, как выходил муж ее. Как выходил этот хозяин. Что-то он тут продел. Ой, друзья, это было что-то. Короче, не удержался, не утерпел. Не утерпел, не утерпел. Да. Ну и, в общем, потом, как мы узнали, то, что, конечно же, Света сказала. Но она поняла, что раз пропал язык, может, все равно будет, наверное, в недоумении, что куда делось. Хотя, и тем более, что я же его купила на свои деньги. Ладно бы она купила его за свои. А то получилось, что я его купила. Знаете, какая история. И ей пришлось мне деньги отдать. Ну и вот только в связи с этим она созналась. Она говорит, Галина, извини, но вот так получилось, что захотел мой муж, и он этот язык забрал. Он подумал, что это наш. Короче, он забрал у нас язык, и он его прям благополучно съел. Молча, наверное, урча под одеялом, как вы правильно говорите. Вот представляете, до чего довели бедного мужика. Это раз, а во-вторых, там на самом деле, ну это же деликатес, друзья, ну вы же знаете. Поэтому все вот эти вот светлые, знаете, пальцы леером, как она все. Все получалось не так, как задумаешь. Вот так вот и у нее. Это вот такой вот еще один коротенький рассказик, коротенькая история, друзья. Она у меня получается, видите, так многое долго прерывалось. Поэтому следующую историю я вам расскажу еще более интересную. Если вы поставите мне лайк на это видео, если напишите комментарий, что вам понравилось, я вам с удовольствием расскажу еще смешных историй. Много во время моей работы там у Света. По центру едем. Я зашла туда, в эту лавку овощную. Я не стала с собой тащить камеру, потому что лавка маленькая. Во-первых. Во-вторых, я вам ее уже показывала. Все там одно и то же, поэтому ничего смотреть. Купила крупные помидоры и купила пучок укропа. Укроп для меня, для южанки, конечно, дорого, потому что вот этот вот пучочек, я вам покажу, он стоит фунт двадцать. Такой малюсенький. Если у нас там эти пучки по двадцать, по тридцать рублей. Наши сейчас, в июле месяце продаются. Вот. А помидоры я купила вот эти. Недорого, кстати. Вот это вот веточка пять помидорчиков за фунт. Сегодня, похоже, у нас дождь будет целый день, потому что, вы видите, какой прямо облажной дождь. Я погуляла уже, конечно, немножко. Обычно я гуляю с утра. Я предпочитаю, раньше как-то больше вечером гуляла, а сейчас вот иногда бессонница, просыпаюсь в пять часов, покручусь немножко, что-то поубираю. Завтракаю я поздно. Я стараюсь завтракать в одиннадцать, в двенадцать. По Бергу, вы знаете, кето, кето-диета у меня. Вот. Ну и иду гулять часа два. Примерно вот так вот гуляю каждый день. Друзья. А, да. Что еще хочу сказать? Следующий, наверное, ну вот как-то тут в ближайшее время, я сниму вам видео, расскажу про те письма, которые мне присылают порой женщины. Я не буду озвучивать их имена, поэтому женщины, те, кто мне пишет, не волнуйтесь. Ну, если себя узнаете, то, значит, говорю о вас. Иногда эти письма, они стоят того, чтобы вам о них рассказать. Но я в основном, когда эти письма я буду вам озвучивать, я спрашиваю обычно разрешения у тех женщин, которые мне пишут. Если они не против, то тогда я их вам и озвучу. Есть несколько таких интересных писем. Если вам интересно, друзья, то мне пишите, пожалуйста, чтобы я знала, что именно вам интересно. Вот я сказала, что я снимала видео про Пола Маккартни. Про Пола Маккартни. Ой, боже мой, как я долго снимала это видео. Как я долго искала, подбирала. Моя вот эта программа монтировки видео, она у меня была занята, наверное, дней 10. Я ничего вам другого снимать не могла, потому что там, если ее закроешь, то все теряется. Вот, а потом я поняла, вы знаете, что не будет просмотров. И чего я вот это бьюсь? Зачем? Если там мне 2000 просмотров появится, вот и все. Да я лучше вот так вот вам. Свои посиделки, свои посиделки, погулялки. На этом, друзья, увидимся. Всего вам доброго. Пока-пока.